Почти год назад Кэтсбл и я выпустили ролик, беспрецедентный для тематики экзе. В том смысле, что за все те годы существования тематики никто не пытался рассмотреть ее глобально. Все ролики представляли собой пересказы крипипасты спустя кучу лет с момента ее написания, либо просто обзоры актуальных на тот момент игр. Нашей же задачей стал рассмотреть значимые проекты, события, а также сообщество, являясь его активной частью. Это же видео можете считать актуальным дополнением к тому ролику лично от меня. Рекомендую посмотреть сам разбор, чтобы узнать бэкграунд и детали, либо если вам лень смотреть целый час, просмотреть хотя бы интересующие вас таймкоды. Что ж, начну с того, что сразу же после выхода нашего ролика случился целый ряд значимых событий. Итак, по хронологии. Джек Кренели, или же автор оригинальной крипипасты, был разоблачен за совращением несовершеннолетних. Эта новость разлетелась по всему сообществу, в том числе благодаря твиттеру и ютуберам. А наибольшим ударом это оказалось для части сообщества, собранной вокруг Соник ПК-порт. В конце концов, незадолго до этого они смогли привлечь Джей Си в свою часть сообщества и активно контактировали с ним. В то время как фандом наиболее актуальный на то время Nightmare Beginning особо не беспокоился о нем, да и вообще существовал на разных параллельных плоскостях. Как только новость об обвинениях Джей Си в педофилии разошлась по сообществу, начался хаос, который, однако, не продлился долго из-за того, что Джей Си, как было сказано ранее, не был особо активен. И вообще, многие части сообщества, далее под фандомы, спокойно существовали без него. Соник Экзе никогда не был привязан к личности этого человека. В частности, потому что многие под фандомы не жаловал он сам, а те, которые он уважал, впоследствии настроились против него. Таким образом, его фактически отменили. Забавно, что после этого так называемые права на Соника Экзе пошли по рукам. Забавно, правда? Говорить о правах на то, кому принадлежит фанатская криппаста по официальной франшизе. Однако, как говорят люди, получившие эти самые права, это все делается, чтобы Экзе не ассоциировался с его создателем и его ужасной репутацией. Что ж, давайте будем думать, что это и правда как-то помогло, и GSC вообще когда-то с ней ассоциировался. В любом случае, так называемый канон криппи-пасты теперь перешел в руки Астры и Джо, создателю нашумевшего ПК-порта, что также добавило этому проекту известности. И еще чуть позже вышел тематический мод на Friday Night Funkin', совместившись с аномальной популярностью FNF, а также с учетом фактора ностальгии, благодаря которому довольно многие моды обретали популярность. Но мод по Экзе заимел невероятный успех. Далее вышли расхайпленные One More Time, EUX и другие проекты такого рода. Я даже распинаться по их поводу особо не хочу, ибо ничего принципиально нового от того, что я говорил про Allstars в часовом ролике, я не скажу. Но учитывая их популярность, увы, мне придется упреждать людей в очевидно. Так что хочу разобрать каждую из них в отдельности, а только потом отойти от обсуждения этих проектов индивидуально, чтобы проанализировать ситуацию в сообществе на данный момент, просмотреть все глобально и сделать определенные выводы. Давайте проведу некий брифинг по ситуации в сообществе, но не столько, чтобы кратко пересказать то, что уже говорилось, сколько для того, чтобы подметить кое-какие детали и одну очень важную тенденцию. Итак, начнем с 2012 года, а именно года выхода первой игры по Sonic.exe. которая запустила также и целый ряд аналогичных игр, но тем не менее имевших какое-то отличие и креативность в сравнении с первоисточником. Но из-за превалирующего обилия трэша, людям это стало надоедать, и тематика ушла в забвение до 2017 года, выхода Nightmare Beginning и The Spirits of Hell, вышедшие уже в 2018. Два этих проекта также запустили целую волну плагиата, но на этот раз более нагло копирующих оригинал. Вот вам футажи чисто для сравнения. КОНЕЦ КОЛДИТКО ЛАСНОТ. КОНЕЦ КОЛДИТКО 00 Безусловно, и во времена первой волны некоторые игры также полностью копировали вдохновитель, но в так называемой второй эре это прослеживается гораздо четче, так как помимо общих фишек жанра, если так можно выразиться, а именно какие персонажи и тропы будут задействованы, в каких локациях все будет происходить, также появились и уникальные идеи – импровизация этих фишек. Так вот именно они и брались за основу для игр копиров. Однако об этом не было бы смысла говорить, если бы не то, насколько больше этих самых копиров выходило по сравнению с первой волной. Листая геймджолд и ютуб, я насчитал как минимум 50, большинство которых чуть ли не идентичны тем же Desperience of Hell и Nightmare Beginning. Как я уже сказал, эти две игры заимели популярность как раз из-за того, что людям банально надоели экзо-игры старого образца из-за своего однообразия, когда Nightmare Beginning, например, предлагала хоть какой-то геймплей-сюжет. Это было и в первой волне, но органично реализовать их в одной игре смогла только Nightmare Beginning. Но так как игры второй волны стали однообразными, их очевидно ждал такой же исход. Я прогнозировал это давно и высказал в той самой ретроспективе, но я и подумать не мог, что вместо закономерной комы для тематики, какая была до выхода Nightmare Beginning, ее ждет откат назад. Ведь такие игры, как ПК-порты, подражающие ему Sonic Air, One More Time и EUG стали популярными. Но мне куда больше хотелось бы рассмотреть мотивы этих самых плагиатов, обсуждаемых ранее. Смотрите. В первой волне люди делали экзо-игры просто под влиянием актуального течения Кривипаст по Сонику. Оттого они были более-менее оригинальны. Игры второй волны были скорее попытками юных фанатов The Spirits of Hell создать свою игру, при этом не займев каких-то своих идей. Кто-то создавал их под вдохновением, а кто-то хотел получить внимание при помощи ютуберов, которые активно снимали такие игры. Так вот, игры новой, уже третьей волны, совмещают в себе все вышеназванные мотивы. Первый. Создать хоррор-игру, которая бы касалась Соника и, в частности, Sonic.exe. Второй. Были вдохновлены тем же ПК-портом, как наиболее влиятельным проектом. Третий. Создать игры под запись ютуберам. О чем говорит участие в челленджах того же Луи Джекида. Эти игры сделаны таким образом, чтобы их было легче записать. Никакого замудренного или вообще какого-либо геймплея, линейные уровни и пугалки. Что-то, что мы видели еще лет 10 назад, только с чуть другим упором. Тут, я думаю, можно перейти к обсуждению самих игр. Итак, ПК-порт как зачинщик третьей волны экзоигр. По сути, также следует формуле первой волны, однако с более-менее уникальным подходом. Ремейк все еще находится в разработке, но для его создания привлекаются кодеры, левел-дизайнеры и вообще люди, работающие на геймплейную часть контента. Так что судить за отсутствие геймплея незаконченную игру я не буду. Отличительной чертой игры стало наличие кастомной графики. Что, кстати, стало трендом для последующих игр. Однако вот оригинал игры геймплеем блеснуть совершенно не может. Он крайне линеен, но все же чуть-чуть лучше, чем прямая линия из оригинальных игр. Sonic Air, которая взяла за основу стилистику Tokyo Toy Show. Игра не так стрельнула, в отличие от Пека Порта и тех двух, о которых я поговорю далее. Не знаю, стоит ли рожевывать, что эта игра является рискином оригинала, просто с другой стилистикой. Говорить тут особенно не о чем. Sonic Xe One More Time и сопутствующий ему сиквел One More Round, которые уже обрели популярность за пределами фандома, в частности на западном ютубе. Игра обязана своей популярностью исключительно наличием кастомной графики. По сути, мало чем отличается от R. Ну и, конечно же, нашумевший уже на русском ютубе Sonic Eux. Тут уже чувствуется самобытность и продвижение в плане идей. Чувствуется этаким аналоговым хоррором, только в виде игры. Что, кстати, совсем не было обязательно, учитывая геймплейное разнообразие в кавычках. Не хочу долго размусоливать одну мысль по поводу, по сути, одинаковых игр. Так что, кому интересен более подробный разбор этой конкретной игры, советую ролик с канала The Skyman. Эти три вышеперечисленные игры, по сути, ничего кроме графики не имеют. Сюжет в них отсутствует. В том же Eux это скорее набор сцен со скримерами и ломанием четвертой стены. Про первые две даже говорить нечего. Ну ладно, далеко не всем нужен сюжет в играх. Но геймплей? Его совершенно нет. Вы только вдумайтесь, что экзоигры за 10 лет смогли заиметь только кастомный графон и пару ступенек на уровнях вместо прямой линии. Допустим, эти игры ориентируются на хоррор. Ладно. Однако в чем? Ну, в смысле, это все те же скримеры и коридоры с мрачной атмосферой. Какие были еще во времена всяких Sunshine XZ. Может, это я уже зажрался за все годы увлечения крипи-контентом? Но я считаю, что, ну прям, испугать такие игры могут либо детей, либо, ну, совсем неискушенного зрителя. Я не пытаюсь сказать, что эти игры плохие. Скорее, переоцененные. Это такой тип игр, посмотрев которые на ютубе вы ничего не упустите. А именно для ютуба они и делаются. Однако, как бы я ни жаловался на их переоцененность, есть факт того, что такие поделки одноразки забываются так же быстро, как и появляются. Что, кстати, справедливо. А поэтому, когда того же создателя Sonic R обличили в интересах, за которые когда-то выгнали Джей Си, возвращаясь к первой новости, его проект вовсе закэнселили. В чем, на самом деле, не было необходимости, ведь о нем и так никто не помнил. Проще говоря, он утратил свою актуальность. Но вы должны понимать, что на этих проектах третья волна не закончится. Они так и будут продолжать выходить. Я просто надеюсь, что они не будут скатываться к тому, от чего тематика успела уйти уже как 5 лет. Да и вообще мне интересно, когда третья волна со всеми этими псевдохоррорами надоест людям. Чем будет четвертая волна? Возвращением к Nightmare Beginning? На самом деле было бы неплохо, учитывая то, что те игры хотя бы были направлены на геймплей. Но и это к тому, что вам совсем не обязательно им жертвовать в угоду какой-то хоррорности. Наоборот, игрок заимеет цель для игры, в процессе достижения которой испытает эти эмоции. Но как яркий пример Sonic Fear 3, где те же скримеры не вставлены в очевидные места и сцены, а внедряются по ходу обычного прохождения уровней. Уровни с геймплеем и левел-дизайном. На них даже механика завязана. Хоть Sonic Fear 3 не является каким-то апофеозом крепоты, но как минимум скримеры она использует грамот. Или особняк из Finish Nightmare, который она находится в разработке. Здесь вам и мрачная гнетущая атмосфера, и кастомная графика, и в целом упор на хорр, но при этом совмещенный с геймплеем. Возможно, я прошу многого, но я всего лишь хочу увидеть геймплей в том, что зовет себя играми. Вы хотите делать игры или работать на ютуберов и актуальные тренды? Десять лет назад такие поделки засирали все подряд. А тут? Или людям хватило дорисовать графон, чтобы поменять их мнение? Подать, по сути, ту же конфетку в иной обертке? В общем, я даже не вижу смысла продолжать этот спич, ибо начинаю повторяться. А за этот ролик эта мысль прозвучит достаточно. В конце концов, даже эти игры вряд ли бы заимели такую популярность за пределами фандома, если бы не всеобщий взрыв популярности EXE благодаря Friday Night Funkin. Однако почему? Что стало причиной такого большого внимания конкретно к этому моду из тысячи модов на эту игру? Ну, во-первых, кто бы что ни говорил, он сделан качественно. Визуал соответствующей стилистики игры, хорошая музыка и, в принципе, достойная работа с материалом говорит многое о качестве этого медиа. Но не все же качественные моды вот так выстреливают. Тут уже зарешал второй, куда более значимый фактор. Фактор ностальгии, которая привлекла внимание многих людей, знавшие эту крипипасту еще давно. Во времена ее первой популярности. Так вот, в этой истории важно именно то, что наплыв популярности к EXE случился именно во времена третьей волны, популяризируя и ее, что также является причиной, по которой игры третьей волны настолько популярны за пределами EXE-сообщества. Тут у меня возникает закономерный вопрос. Ждала бы такая популярность игры второй волны, если бы мод вышел в их время и касался именно их? И да, и нет. Объясняю. Да, безусловно. Фактор ностальгии, скорее всего, бы дал приток популярности. Но не настолько большой, как и тем проектам, которые наиболее близки к тому, о чем этот мод напомнил людям. А третья волна, как мы уже разобрались, как раз и продолжает концепцию первой. Линейные страшилки с участием синего ежа. Видите связь? Ну ладно, мод вышел, когда вышел. Но что теперь? А далее все издержки популярности. Большое количество срачей, засорения сообщества. Ведь с таким наплывом людей ни о какой фильтрации не может идти и речи. Ну и хорошие вещи. Множество тематического творчества и новые адекватные люди. Появились моды, вдохновленные EXE, среди которых как и заезженный кал, вроде антипиратских экранов, так и нечто стоящее, вроде того же Синг. Вот этот, кстати, и правда выдающийся, как в плане технического исполнения, так и идеи. Персонаж, чьим страхом является вода, оказывается на самых ее глубинах, без возможности умереть или выбраться. А кровь, используемую здесь, можно интерпретировать как следствие высокого давления на глубине. Хотя, скорее всего, это было добавлено просто, чтобы передать испытываемую ежом боль. Но в любом случае, этот короткий кусок медиа может выделиться своей идеей. Почти каждый ютубер, разбиравший EXE третьей волны, упомянул огромное количество фанатских персонажей, вдохновленных EXE. Тут тема тоже двоякая. С одной стороны, когда тема вдохновляет фанатов на творчество, это круто. Только вот большинство этих так называемых фанатских персонажей являются именно что-то фанатскими персонажами. Осишками, проще говоря. Но не интерпретациями EXE, какими они пытаются быть. Это выражается в абсолютно рандомных элементах дизайна этих самых персонажей. А дизайн единственное, чем они могут похвастаться. Однако даже тут есть проблема. А именно большинство этих дизайнов выглядит банально неуместно в их собственных историях. Историях, которые зачастую могут спокойно обойтись без Соника вообще. Ну вот, например, зараженный картридж. Хорошо, что мешает этому картриджу быть абсолютно любой другой игрой или персонажем? Это напоминает мне о ушке по Undertale и созданию многочисленных альтернативных вселенных. Где люди, вместо того, чтобы просто создать фан-персонажа, базировали его на Сансе. К которому их ОС не имел вообще никакого отношения, кроме использования его дизайна. Кто-то может сказать, что это крайне общая претензия, которую можно применить даже к оригинальной Крепипасте. Но нет. Ибо та же Крепипаста в своем повествовании отсылалась на ассеты и детали, присущие именно Сониковским играм. Создавала погружение и связь тем, на чем она базируется. Или игры второй волны, где действие происходит напрямую в Сониковской вселенной с ее персонажами. Хотя, вернее, будет сказать архетипами, ведь зачастую некоторые из них переписываются под нечто иное. Однако при этом оставляя сеттинг и общую концепцию. Насчет игр второй волны, в сообществе третьей, кстати, тоже сложилась интересная ситуация. А именно, всеобщая ненависть к тем же Nightmare Beginning и The Spirits of Hell. И вот тут мне правда непонятно. Но в смысле, неужели люди не видят очевидное геймплейное превосходство этих игр над всеми остальными? Из первой, третьей, да даже основную массу той же второй волны. Безусловно, у них есть косяки. Однако, давайте будем честны, в основном люди формируют мнение именно благодаря ютуберам, которые либо не записывают, либо бросают такие игры. Но их можно понять. Им нужен быстрый контент. А стараться пройти игры, на которые нужно потратить время, приложить усилия и в целом делать что-то, кроме того, как идти по линейному коридору и комментировать происходящее на экране, им просто невыгодно. Поэтому проще назвать игры с геймплеем, рейдж-геймами и дропнуть. Но зачастую люди даже не учитывают факторы, благодаря которым эти проекты не пользуются спросом у этих ютуберов. Скорее, вообще не пытаются выдать какую-то конкретику. Или оперируют тем, что они совершенно не страшные, и что какая-нибудь One More Time будет в разы интереснее. Опять же, я не говорю, что опираться на хоррор в играх о крипипасте плохо, нет. Просто хватит притворяться, что растянутые лица соников на весь экран вас правда пугают. One More Time настолько же страшные, насколько и какой-нибудь Desperates of Hell. Разница лишь в том, что первая пытается сделать страшилку. В то время как вторая разнообразить геймплей и объяснить события, не объясненные в оригинале. Хотя винить сторонников первой я не буду. Все мы когда-то в детстве пугались Джеффа и Слендермена. Так что пусть и подрастающее поколение имеет свои страшилки. А вот насчет более взрослых людей, мне непонятно. Ну типа, когда тематика XZ пыталась быть страшной, все смеялись, не воспринимая ее всерьез. Однако, что случилось сейчас? Ведь кардинально в этой конкретной ее сфере, кроме обертки, ничего не поменялось. Да боже, даже хэллоуинские хаки на Соника выглядят более жутко, чем вот это. Вот за что я могу понять неприязнь людей ко второй волне в целом. Так это за обилие буквально одинаковых игр, о чем я уже говорил, но из-за этого ненавидят источники вдохновителя как минимум тупо. Даже сами их авторы крайне недовольны таким раскладом, но при всем при этом, игры второй волны старались над разнообразием геймплея. Над сюжетом. Когда игры третьей волны уделяют внимание исключительно визуалу. И это даже не столько приоритеты, сколько формула успеха. Ну типа, посмотрите на тот же визуал One More Round и насколько он был сделан в спешке. Однако, даже во времена второй волны можно было проследить тенденцию склонности людей к оригиналу. На примере тех же Desperates of Hell и Nightmare Beginning. Обратите внимание, как эти игры имеют к себе куда большую лояльность, чем их сиквелы. И я говорю даже не про популярность, ведь в этом роль сыграл скорее фактор узнаваемости. Ну типа, сравните сходство с оригиналом и у первых игр и тех же сиквелов, которые пошли по своему пути в намного большей степени. Вспомните практически равную популярность All-Stars EXE и куда более труднозатратного Death's Dawn of Darkness. В котором, кстати, помимо графики есть и сюжет, и, не поверите, геймплей, которыми совсем не обязательно жертвовать. Еще вот какие-то тейки про то, что FNF мод и игры третьей волны оживили EXE. Тут скорее проблема в формулировке. И по правильным терминам тут будет скорее не оживили, а популяризировали. Или вернули интерес у масс. Но, чтобы оживить тематику, она как минимум должна быть мертва, чего по факту не было. Но в смысле, что игры второй волны все еще достаточно популярны. Настоящее оживление тематики произошло с Nightmare Beginning, до выхода которой в 2015-16 годах EXE было забыто, как и в принципе большинство ранее популярных крипипаст. Однако это не значит, что Nightmare Beginning причина популяризации EXE по сей день. Ведь тот же мод мог бы спокойно быть создан и без нее. И только тогда он бы по-настоящему оживил тематику. Но, так как интерес к ней поддерживался до него, это никакое не оживление. В любом случае, будет интересно посмотреть на тематику, когда тренд закончится. Чем будет четвертая волна, если она вообще будет? Само же это видео не ставит цель оскорбить или принизить разработчиков новых игр, ютуберов или еще кого-либо, а лишь сделать критический обзор на текущие тенденции. Вас я тоже призываю быть конструктивными, особенно если хотите высказаться в комментариях. В дальнейшем я еще вернусь как за игром, так как тематика и контент в ней меня интересуют. Но на теме тренда, вне их обсуждения на этом канале, я ставлю точку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok